Приветствую вас, я думаю, что обратить вам ваше внимание нужно на то, что для вас значит отношения. Понимаете, я, конечно, могу сейчас ошибаться, я могу сейчас быть не прав, но мне кажется, что вы не уверены в себе в классическом смысле этого слова. Вы в классическом смысле этого слова не боитесь остаться одна, как мне видится. Вы в классическом смысле этого слова, мне кажется, не уверены в себе, вы самодостаточно, но любовь, вот именно любовные отношения, такие, как они есть для вас, видимо, имеет какое-то очень большое значение для вас. И когда вы начинаете что-то такое чувствовать, когда вы начинаете что-то такое ощущать, сразу начинается у вас вот всевозможное контролирование и так далее. Вопрос остается открытым, наверное, разве что в том, какое значение для вас имеет отношение. То есть, вы говорите, что вот пока мы друзья, все хорошо, я легкая в общении, я там, соответственно, чувствую себя уверенно, я, значит, чувствую себя сексуальной и прочее, прочее, прочее. То есть, в этом смысле у вас все хорошо. Но когда вы любите, судя по тому, что вы пишете, когда вы любите, то идет привязка. И привязка, судя по тому, что вы пишете, достаточно сильная. Вот что именно эта привязка из себя представляет, что она, по сути своей, такое, и нужно, на мой взгляд, как раз таки выяснять. Потому что, ну, мне так кажется, что в этом заключается суть вашей, образно говоря, проблемы. Как проявляется ваша любовь? Что из себя представляет ваша любовь? Хотите ли вы, например, в любви, ну, в любовных отношениях, больше отдавать, или вам хочется в любовных отношениях больше получать? Видите, когда вы в отношениях, вы сравниваете себя с другими девушками, вы боитесь, что парень уйдет, вы боитесь остаться одна, вы испытываете ревность. Но все это возникает только, когда вы в отношениях. Значит, у вас либо есть неверное представление о любви, и вы интерпретируете как любовь то, что на самом деле не является любовью. Либо для вас отношения, это что-то очень такое, вот, болезненное, это что-то такое, знаете, вот, постоянная борьба, вот, и так далее. То есть, это вот такая история, такой момент. Я думаю, что обратить внимание нужно на этом. В целом, вы демонстрируете очень позитивную тенденцию, на мой взгляд, в том смысле, что вы все верно понимаете, в том смысле, что вы все правильно понимаете, в том смысле, что у вас есть, на мой взгляд, все шансы, значит, на то, чтобы... Не допустить развитие этой ситуации совсем уж серьезный негатив. Вот, но не могу избавиться от мысли, что вы с помощью любовных отношений пытаетесь решить какие-то свои проблемы. Не могу избавиться от решения, что с помощью отношений вы пытаетесь разрешить какие-то свои, ну, может быть, трудности, которые у вас есть, может быть, что-то еще. Вот мне кажется так, мне кажется так, если честно. Я отдаю себе отсчет в том, что могу ошибаться, но пока что мне видится именно в таком контексте ваша история. Навевает, конечно, на мысли, наводит на мысли еще и то, что у вас отношения очень быстро развиваются, что этот мужчина очень быстро признался в любви, очень быстро, значит, захотел жить с вами вместе и... и теперь хочет отношения, собственно говоря, узаконить. Мне кажется, что в данном контексте ваши опасения о том, что... человек может перегореть вполне себе обратно, потому что, ну, действительно, когда так быстро все развивается, есть ощущение, что человек может перегореть. Поэтому, на мой взгляд, ваши опасения вполне нормальны. Смотрите, что происходит, да? Происходит то, что когда вы влюбляетесь и начинаете отношения, для вас все остальные вещи становятся не важны. То есть, для вас становятся не важны друзья, я так понимаю, для вас становятся не важны компания, в которой вы проводите время, для вас все дела, которыми вы занимаетесь, тоже становятся не важны, вот. И мне кажется, что, вот, у вас, возможно, просто нет чего-то более важного в жизни, чем вот эти возможные отношения. То есть, вы слишком сконцентрируетесь на них, вы слишком значимыми делаете отношения, слишком много значения не придает. При том, что сами по себе отношения, конечно, важны, но имеют достаточно четкую иерархию в жизни человека. И не могут отношения с кем-то быть, условно говоря, более важными, чем, допустим, вы сами, или ваши интересы, или то, чем вы занимаетесь, ну и так далее. У нас происходит именно такая история, на мой взгляд. И это, конечно же, очень сильно вас в прямом смысле этого слова подводит, на мой взгляд, потому что, ну, вы говорите за самое, что и мужчина страдает, да, из-за этого всего, из-за этой истории и вам тоже. Вы постоянно, в постоянном напряжении и так далее. Вот. Мне кажется, что для вас отношения с мужчинами очень важны. Вот. И все проблемы, которые у вас возникают, происходят именно из-за важности этих самых отношений. То есть они вам настолько важны, что вы начинаете бояться их потерять. И вопрос заключается в том, как, в чем их важность. В чем важность отношений. Конкретно. Почему, как я уже сказал, они вам так сильно важны. Вот. Мне видится история, вот, примерно, примерно, в таком ключе. Вот. Теперь я постараюсь разобрать ваш текст, да, буду давать по ходу чтения еще комментарии. В отношениях пищевые почти полгода. Это вторые серьезные отношения. Смотрите, значит, у вас вторые серьезные отношения, значит, были еще первые. И, вероятно, в первых отношениях было что-то не так. То есть, вероятно, что в первых отношениях вам было, ну, тоже были какие-то проблемы у вас. На мой взгляд, важно начать с анализа именно тех первых отношений, которые у вас были, которые закончились. Потому что там вы тоже, скорее всего, проявляли какое-то поведение, являющееся демонстрацией ваших определенных проблем, допустим. Вот. То есть, мне кажется, что на этот момент тоже нужно обратить внимание. Далее. Что вы считаете с серьезными отношениями? То есть, что это такое? По вашему мнению, серьезные отношения. Это как? Вот серьезные отношения, это как? Я сейчас без шуток, абсолютно без какого-либо юмора задаю вам этот вопрос. То есть, что можно, условно говоря, считать серьезными отношениями, отношениями, а что нельзя? Что для вас такое серьезные отношения? Например? Мне кажется, это очень важная история тоже, которую край крайне желательно поиследовать. Потому что вот создается ощущение, что именно тот факт, что отношения вы позиционируете как серьезные и приводит к тому, что вы начинаете, ну, начинаете вести себя так, как ведете. То есть, дело не в том, что у вас отношения, а в том, что они серьезные, и если отношения серьезные, то они обязательно должны быть серьезными, но серьезными. Так, как, конечно же, это понимаете вы. Именно вы, а не кто-то другой. И почему я и задаю вам этот вопрос. Что для вас серьезные отношения? В чем их серьезных? Дальше. Значит, которые были в прошлых, и боюсь, что они не привели к большим проблемам, ну, настоящих. Когда я свободный, я какая-то легкая, что ли, веселая, общительная, необидчивая. И если я друг, если я друг Павли, мне легко, легко собеседнику другу со мной. Ну, здесь конкретно речь идет об ответственности. То есть, вот, как бы и чтобы мы здесь не говорили, но речь идет исключительно об ответственности. То есть, о том, как вы воспринимаете по факту ответственность в отношении. То есть, когда вы друг, для вас, ну, абсолютно не проблема, ну, к примеру, к примеру, да, значит, безответственно подходить к отношениям. Не в негативном смысле слова, в позитивном. То есть, вам, вы легкая, ну, как вы сами говорите, вы легкая, все здорово, все хорошо и так далее. То есть, речь идет о том, что у вас отсутствует вот этот вот груз ответственности на вас, ну, на себя, на себя, грубо говоря. Соответственно, когда, соответственно, когда вы в отношении вступаете, то груз ответственности снова начинает на нас давить. Причем, это груз ответственности как со своей стороны и сфере, что я должен вести себя определенным образом, так и со стороны мужчины, что он должен вести себя определенным образом. Так это выглядит. Дальше. Так. Так же с моим парнем было, когда мы просто общались, я чувствовал себя уверенной, сексуальной, интересной собеседницей, в целом самодостаточной личностью. Даже мысли не докладывалось те, которые есть сейчас, когда я его уже полюбила. Смотрите, вот стоит вам полюбить и появляются такие митки. Это означает, ну, логично, что вместе с любовью идет и страх. А значит, либо у вас сам опыт любви, в том числе и из родительской семьи, крайне негативный и сопряжен с обидами, ревностью, изменами, болью, переживаниями и прочим-прочим. Либо вы через любовь, как я уже говорил, пытаетесь реализовать некие свои потребности и желания, которые у вас есть. Которые абсолютно обрадованы, которые абсолютно естественны, которые могут и должны быть, но которые вы, вероятно, не осознаете. Дальше. Так. Сейчас я постоянно боюсь, что я ему стало неинтересно. Постоянно следую за каждое смысл от него звонком, взглядом и поцелуем. У меня есть вопрос. Я боюсь, что стало ему неинтересно. Что это значит для вас? Да? И что вы могли стать ему неинтересенны. Предположим, да? Предположим, да? Предположим, да. А предположим, да, что вы действительно стали ему неинтересны. Допустим. Но что это значит для вас? Предположим, да, что мужчина вас разлюбил. Но что это значит для вас? Предположим, да, что человек больше с вами быть не хочет. Но что это значит? Что это значит в таком случае для вас? Или любовь для вас это что-то, что терять вообще очень страшно? Если страшно, то почему? Если больно, как вы пишите далее, то больно от чего? Вот эту боль, болезненность, ее нужно раскрыть. Дальше. Так, обычно он пишет милые смс утром, недавно ничего не написал. Что это значит для вас? То есть как вы это восприняли? Проследите за ходом своих мыслей, проследите за своими чувствами. О чем это говорит для вас именно? Потом мы гуляли, он не особо летит словаться, обниматься. Опять же, что это значит для вас? После работы он обычно звонил мне, а на днях просто писалось смс и все. Ну смотрите, тут опять же, да, вот либо вы просто не удовлетворены в плане своих желаний, которые вы планировали реализовывать через отношения. Либо для вас отношения запряжены еще раз с изменами, болью, проблемами и так далее. Либо у вас есть вот определенные конфликты, которые дают осуществлять именно в любовных отношениях. В отношениях самых близких. Ага. И, возможно, именно в близких отношениях вы позволяете себе полностью раскрываться. И раскрываясь, соответственно, обозначаете свои проблемы, которые есть всегда, но с другими вы их не показываете. Дальше. У меня в голове сразу мысли, он меня разлюбил, я стал ему неинтересный, я скучный, со мной не очень. Он говорит, да, возможно. Возможно так. И что? Дальше. То есть что с того? Ведь если он вас разлюбил, это означает, что человек не ваш. Вы не можете повлиять на то, любит человек вас или нет. Вы не можете повлиять на, как бы, это чувство. Да, вас могут разлюбить, это нормально, так бывает. Что это значит для вас? Вопрос заключается не в том, любит ли вас, а вопрос заключается в том, как относитесь вы к человеку. Как вы его воспринимаете. Дальше. Так. Еще усугубляет все то, что у нас все быстро завязалось, он быстро признался в любви, быстро захотел жить вместе, и уже хочется закончить отношения. Об этом я уже сказал, я бы хотел добавить только то, что человек совершенно справедливо вызывает у вас опасения, в том смысле, что вы чувствуете малое количество общего между вами. И это, конечно, игнорировать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя игнорировать то, что между вами мало общего, к сожалению. Поэтому здесь, я думаю, что ваши опасения оправданы, у вас действительно мало общего, если все быстро развивалось. И, вероятно, вы видите друг друга исключительно только как мужчину и женщину, но не как, допустим, двух личностей. Дальше. И вот я опять думаю, что он загорелся быстро, а вдруг быстро потухнет. А я тоже люблю, а я тоже привязал и будет больно. Ну, смотрите. Привязанность и любовь – вещи разные. Это я вам могу совершенно точно сказать. Привязанность и любовь – вещи очень-очень разные. между любовью и их привязанностью очень большая разница. Поэтому, когда вы говорите, что я, например, привязалась, это не то-то самое, что я люблю. Люблю. Когда вы говорите, что вы любите, нужно спросить, а что вы понимаете под любовью? Что вы чувствуете действительно? Вот что вы ощущаете? Есть ли там действительно любовь? Или это, например, что-то другое все же? То есть не любовь, например. А может быть не только любовь, но что-то еще, помимо любви. Мне кажется, что этот момент нужно исследовать. Ну, и исходя из этого, исходя из того, что я сказал, сложно догадаться, что боль проистекает из того, что вы перестаете получать то, что хотите. Ну, то, что вам нужно. То есть если вы привязались, то это определенная потребность к человеку. Если вы привязались, это определенная потребность. То есть если вам больно, это соответственно тоже следствие перекладывания ответственности на, ну, на человека за свои желания. Вот. То есть мне кажется, мне кажется, что вот так примерно. Ну, именно тут, именно здесь. Именно здесь вот примерно так. Такая история. Дальше. Естественно, я начинаю пилить его обидами, мол, вот раньше звонил, теперь обычные смски, когда гуляли не целовал. Ну, здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы пишете естественно. Я бы, наверное, ну, не стал бы говорить о том, что это естественно. То есть я не стал бы говорить о том, что подобное поведение является именно естественным. Я бы скорее все-таки, наверное, сказал бы, что это не совсем естественное поведение. То, что вы пишете его обидами. Я лично склонен думать, я склонен считать, что вы перекладываете таким образом ответственность на человека, за то, что чувствуете сами. Вот. Так что это не совсем естественная позиция. Я бы сказал, по крайней мере. Вот. Ну, по крайней мере, для меня это выглядит примерно так. Для меня это выглядит примерно вот в таком контексте. Дальше. Так. Значит. Мне кажется, что из-за моих обид он, наверное, думает, что я занудый и требует постоянного чрезвычерного внимания. Но, опять же, здесь вас волнует то, что думает то, а не то, что чувствуете вы. А я когда люблю, сама не своя. Ну вот, нужно и посмотреть, что вы подразумеваете под любовью. То есть, разобраться в том, что для нас значит любовь. Потому что, возможно, там не только любовь. Возможно, там есть что-то, что-то ещё. Помимо любви. Это не обязательно плохо. То, что есть. Просто это нужно раскрыть. Да. Это вот. Ну, желательно. Желательно раскрыть. И если это раскроется, то вам просто будет легче отдавать себе отсчёт в том, что происходит и как, соответственно, вам поступать в дальнейшем. Вот. Я думаю, что такая история. Примерно. Я, я думаю. Я думаю, что так. Вот. То есть, то, что вы, то, что вы сама не своя, когда любите, это понятно. То, что вы сама не своя. Но вот раскрыть этот момент, раскрыть то, например, что именно, в чём именно вы не своя, сама не своя. Поэтому, этому можно и нужно. Дальше. Даже за собой замечаю свою постоянную напряжённость, когда страха потерять его, стать типичной домохозяйкой и предстать ему быть интересной. Ну, вы знаете, стать типичной домохозяйкой – это стереотип. То есть, вы, по сути, вот, ну, как бы, вы, по сути, и делаете сейчас то, что становитесь типичной домохозяйкой, когда ведёте себя так. И я, честно говоря, думаю, что вы об этом знаете. Но вопрос заключается, скорее, немножко в другом. Что плохого для вас в том, чтобы быть этой самой типичной домохозяйкой? Почему вы боитесь ею стать? А дальше, когда вы говорите, что я боюсь, ну, боюсь предстать, ну, предстать быть ему интересной и так далее, и так далее, это мне думается, ну, мне так думается, что это можно и нужно раскрыть. Это можно и нужно раскрыть то, почему вы боитесь стать типичной домохозяйкой. Вот. С чем это, с чем это связано, с чем, с чем связан этот страх? Вот. Мне кажется, вот такая история, мне кажется, вот такой момент. Дальше. Так. Да ему, наверное, неприятно быть подлупой моего пристального внимания. Поцеловал нет, написал нет, да и, наверное, начинает его загасить, такое мое наследание на него. Ну, опять же, здесь вы говорите о нём и не говорите о себе. То есть, здесь вы говорите о том, что он подумает. На мой взгляд, что-то здесь проявляется та же ошибка, что вы делали до сих пор. То есть, это опять то самое, опять вот, то самое, ну, растворение в нём. То есть, вы растворяетесь в нём снова, когда пытаетесь думать за него. То есть, вы не думаете за себя, вы думаете за него. Это, к сожалению, очень мешает. И самое главное, то есть, правда, действительно, это очень трудно. Очень трудно выдержать такое напряжение, когда вы, ну, когда вынуждены думать не только за себя, да, но ещё и за другого человека. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, что вам тяжело и очень тяжело. Понимаю ведь, что от моих обиданий он будет писать потом эти смс, лишь бы я не обиделась, но не могу я это контролировать. И не надо, ну, наоборот, раскрыть. Ругаю себя потом, ну, в момент добить ревности, накрывать. А вот это интересный момент. Если вы себя ругаете, то вы проявляете по отношению к себе определённое поведение. Условно говоря, ну, условно это можно назвать определённым вниманием. Если вы себя ругаете, то вы проявляете к себе определённое внимание. Соответственно, ругая себя за то, что вы делаете, вы подкрепляете своё поведение. Потому что вам, вероятно, ну, может просто элементально не хватать вот этого вот внимания к себе. То есть, когда вы себя ругаете, вы воплощаете, собственно, желаемое состояние. Я не знаю, что это за состояние. Может быть, это состояние по прежности чувствовать себя виноватой. Может быть, это состояние такой определённости, когда вы чётко понимаете, что вот, да, вот я сделал неправильно, вот, да, я поступила неверно. Да, я вот, вот, я знаю точно-точно, что действует неверно, вот, вот, и так далее. Может быть, это. Может быть, ну, может быть, что-то ещё есть. Может быть, что-то ещё есть. Так сказать, конечно, сложно. Но очевидно, что вот именно в ругании, когда вы себя ругаете, вы получаете ту самую вторичную выгоду от всего этого, значит, в которой нуждаются. Ну, по итогу. Так что, если говорить вот о том, что на всё обратить внимание, то я бы обратил внимание именно на то, почему вы начинаете себя ругать. То есть, за что вы себя ругаете? По факту, вы обесцениваете те мотивы, да, которые у вас есть. То есть, если вы что-то делаете, пусть вы делаете и это что-то не очень хорошее, если вы это делаете, но вы это всё равно делаете. Получается, получается, что вы это делаете и вы за это же себя ругаете. Ну, вот вам и конфликт. То есть, я что-то делаю, я чего-то хочу, я это делаю почему-то, но я себя за это ругаю. То есть, ни много ни мало, я обесцениваю свои желания. Ни много ни мало, я обесцениваю свои потребности, свои мотивы. Ну, надо сказать, что сложно представить, что в этом случае, в случае такого вот, не побоюсь этого слова, замкнутого круга, ситуация могла бы быть иной. Не могла бы. Дальше. Ревность тоже такая, что я боюсь его знакомить с моей компанией, но это всё в тучи и в тучи степенька. Они лучше, они обязательно, они обязательно в кого-нибудь любятся, как побаровать все это, на что-то обратить внимание. Нет, побаровать это, побаровать это не нужно. Хочется в отношениях быть лёгкой, весёлой, не обидчивой, уверенной в себе девочкой. Для этого нужно, чтобы у вас в жизни было что-то более важное, чем в отношениях. А пока что отношения для вас занимают первое место в списке важностей. Вот, соответственно, ещё одно замечание, которое я хотел бы сделать, да, оно связано с тем, что для полного решения проблемы вам не обязательно научный консультант. Что достаточно будет, если вы здесь на сайте выберете психолога и поработаете с ним. А то, знаете, получается так, что я, ну вы так вот говорите, что, знаете, вот я вам задаю вопрос, я работать с вами не собираюсь, вот. Ну, может, всё-таки задам вопрос. А консультироваться я буду у очного психолога. Мне не кажется, что это хорошая позиция и хорошая мотивация для того, чтобы вам, ну, отвечать, да, чтобы стараться вам отвечать, не давать вам общий ответ, да. То есть, ну, сами подумайте, зачем вам давать не общий ответ, если вы всё равно пойдёте на консультацию к очнику, к очному специалисту. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это для вас было полезно. Я надеюсь, что вы для себя, ну, сделаете какие-то выводы. Я очень надеюсь на то, что вы промышляете на этом, что я сказал. Вот. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Я желаю вам удачи, всего доброго, я желаю вам гармонии, я желаю вам найти что-то, что-то более важное, чем отношения. Вот. Удачи! 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 Удачи!